С самого утра в Твиттере Дональд Трамп отбивается от обвинений в сексуальных домогадетствах в его адрес и призывов подать в отставку. Сначала Трамп обрушился с критикой на демократов в целом, которые, по его мнению, стоят за прошедшей накануне пресс-конференцией в Нью-Йорке. Три женщины, которые еще в период предвыборной кампании обвиняли Трампа в неподобающем поведении при общении с ними, заявили, что Конгресс должен провести расследование в отношении главы Белого дома. Одна из них, Рэйчел Крукс, работала на ресепшене в Трамп Тауэр 12 лет назад, когда решила представиться владельцу офисного здания в ожидании лифта. Господин Трамп снова и снова целовал меня в щеки, а затем и в губы. Та встреча оказала влияние на мою жизнь, выйдя далеко за пределы произошедшего и породив чувство неуверенности в себе и собственной ничтожности. Пресс-сестарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что победа Трампа на прошлогодних выборах стала достойным ответом на все те обвинения, которые звучали в его адрес, поскольку американцы знали о них и это не помешало им проголосовать за Трампа. Предлагаю послушать комментарий самого президента. Несмотря на тысячи часов, потраченных пустую и миллионы долларов, демократы не смогли продемонстрировать свидетельство какого-либо сговора с Россией. Теперь они перешли к лживым обвинениям и сфабрикованным историям женщин, которых я не знаю и или никогда не видел. Фейковые новости. Тем временем сенатор от Нью-Йорка Кирсон Джилибрант стала уже пятым представителем Верхней Палаты Конгресса, призвавшим Трампа подать в отставку вслед за Эллом Франкиным и другими сенаторами, которых обвиняли в домогательствах. В ответ на это Трамп назвал Джилибрант сенатором легковесом и прихвостем лидера демократов в Сенате Чака Шумера. По словам Трампа, Джилибрант ранее обращалась к нему с просьбой поддержать материально ее избирательную кампанию и готова была сделать что угодно ради этого. Этот твит президента Джилибрант назвала сексистским. И уже сегодня стало известно о письме в Комитет по надзору Конгресса с требованием расследовать действия президента. Его направила рабочая группа женщин-демократов в Палате представителей. Сразу 56 законодателей обратились к председателю комитета, республиканцу Трею Гауди, указав в своем заявлении, что законодатели не могут игнорировать истории всех женщин, которые выступили с обвинениями. Среди прочих причин упоминается и развернувшаяся в соцсетях кампания против сексуальных домогательств под названием MeToo, когда жертвы изнасилований и домогательств идентифицируют себя публично. В период кампании MeToo женщины по всей стране рассказывают свои души раздирающие истории сексуальных домогательств и нападений. Президент, открытый в грубой форме, хвастался тем, что он волен вести себя подобным образом в отношении женщин. Позднее господин Трамп извинился и назвал его трепом в раздевалке. Но всех, кто обвиняет его, он называет обманщицами. Надзорный комитет предположительно рассмотрит обращение рабочей группы в течение 10 дней. Добавлю также, что по данным агентства АП, ссылающегося на два источника, близких к президенту США, Трамп был в ярости после комментариев американского посла при ООН Ники Хейли, которая заявила, что женщины, обвиняющие Трампа, должны быть услышаны, как и все остальные, кто подвергся тем или иным противоправным действиям. Продолжение следует...